Друзья, всем привет! В первую очередь я хотел бы напомнить всем в очередной раз, что мы переехали. Мы теперь располагаемся по адресу Варшавское шоссе 170 Г. Метка на картах приводит ровно к нам так же, как и было раньше. Все телефоны, контакты и все соцсети остались теми же. Поэтому подписывайтесь, следите за нами. Впереди много интересного контента. А сегодня давайте поговорим про интересную тему, на которую меня натолкнул буквально недавний случай. Звонит мне клиент и говорит, Роман, посоветуй, пожалуйста, хочу купить 5-литровый Range Rover. Я говорю, да без проблем, у нас как раз клиент продает хороший, и вот именно этот. Они съездили, поговорили, в общем, не договорились по цене. Перезванивают мне покупатели, говорят, слушай, мы по цене не договорились, там человек хочет чуть больше, чем я рассчитывал, я говорю, хочу уложиться в 2. Я говорю, слушай, ну в 2 с Вестминстером ты не уложишься никак. Даже с обычным 5-литровым в хорошем состоянии в 2 миллиона сейчас уложиться достаточно сложно. Он говорит, нет, я сейчас сижу в сервисе, смотрят машину, ее отдают за 1.900.000, полный Вестминстер, все дела. Я говорю, ну тогда удачи тебе, но я говорю, я думаю, что там какой-то подвох. Он говорит, вот типа 2 часа делаю диагностику, найти подвох не могут. Я говорю, ну ладно. Потом он мне перезвонил, говорит, слушай, все, я такой счастливый, довольный, купил за 1.830.000 мне вообще его отдали. Вестминстер с Алькантаровым потолком, все кайф. Я говорю, класс, поздравляю, очень рад за тебя, молодец. Проходит 2 дня, снова звонит этот человек, говорит, Роман, слушай, у меня проблема. Я говорю, какая? А у меня, говорит, мотор сломался. Я говорю, а что случилось? Он говорит, ну машина троит, перегревается, пропуски зажигания. Я говорю, стой, все, тормози, грузи на эвакуатор, вези к нам, будем смотреть. Он привозит к нам, мы залезаем эндоскопом, а там вообще просто кошмар. Там в мотор уже кто-то лазил, лазили очень плохо, антифриз в цилиндрах, один поршень вообще не от этого мотора, то есть не от 5-литрового даже, то есть на 5-литровом поршня прямые, там поршень с такой выемкой, как от дизеля, плюс гильзы перегретые, мотор гильзованный, в общем, сделан отвратительно, все просто кошмар. Вот, он там поехал судиться с продавцами, в общем, страшная история. И давайте сегодня обсудим, как нам не нарваться с вами на такую ситуацию при покупке ренджовера в кузове L322. Давайте сейчас пройдемся по основным моторам и почувствуем себя покупателями этого замечательного автомобиля. Погнали! Итак, давайте представим, что вы тот замечательный человек, который хочет купить себе 10-летний ренджовер, даже не 10-летний, а там 12-13-летний, то есть вы такой рисковый чувак, который хотите премиум-сегмент, залезть сразу, залететь с ноги, можно сказать, при этом потратить немного денег и получить хороший автомобиль. Что для этого вам надо сделать? Вам надо определиться, естественно, с мотором. Мы сейчас пройдемся по рестам, а по рестам у нас что? То 5-литровый компрессорный двигатель и 4,4-литровый трубодизель. Потому что если вы хотите приобрести дорез с моторами 4,2, 4,4, 3,6 дизель, то с этим все гораздо проще, те моторы гораздо надежнее, и там достаточно просто посмотреть кузов. Что мы смотрим на кузове? Давайте так, в двух словах. Мы смотрим крышку багажника. Она очень часто гниет вот в этих местах. Но даже если она гнилая, как бы хрен бы с ней, потому что это очень часто распространенная проблема, которая решается, да, заменой крышки. На самом деле не стоит пробовать это все перекрашивать, это все вылезет достаточно быстро. Меняете крышку, находите в хорошем состоянии, смотрите изнутри вот здесь часть, как лежит там герметик. Если там нету ржавчины, то все, можно смело эту крышку брать, ездить и наслаждаться. Дальше. Мы открываем с вами вот эту дверь. Она здесь не открывается, но не суть. Смотрим вот здесь ржавчину. И смотрим вот там в пороге ржавчину. То есть первым делом, когда вы приезжаете осматривать машину, вы смотрите вот эти больные места. Задние арки, задние пороги, крышка багажника. Если вас там все устраивает, то переходим к следующему этапу. Почувствуем себя таким перекупом. Если вы покупаете 4,4 литровые трубы дизель, то машину заводим и слушаем, как работает двигатель. Если он работает хорошо, то дальше ничего вы сами посмотреть не сможете, поэтому вы едете в сервис. А что делать в сервисе, я вам сейчас расскажу дальше. Если же вы покупаете 5-литровый ржавчин, то тут есть что посмотреть самому. Помимо кузова вы заводите двигатель, слушаете, нет ли никаких стуков, нет ли никаких посторонних звуков, нет ли пропусков зажигания. Если всего этого нет, машину глушим, открываем маслозаливную горловину и нюхаем пробку. Почувствуем себя таким сомелье, не пахнет ли она бензином. Если она не пахнет бензином, то хорошо. Значит, ТНВД работают нормально, не пропускают бензин в масляный поддон, соответственно, не будет задиров, не будет проблем. Если же она пахнет, то это уже должно вас навести на мысли. Но в любом случае, выводы делать предварительно и рано. И мы с вами едем в сервис. Приезжаем мы в сервис, например, в техцентр цех номер 1, который с удовольствием помогает решать такие проблемы, делать диагностики предпродажные. Соответственно, в сервисе вы говорите мастеру-приемщику, Артем, я хочу купить этот автомобиль, посмотри все. Артем говорит, все, я понял, лезем смотреть. Первое, что мы делаем, мы смотрим пробег. Потому что у кузова L322, особенно в рестайлинге, есть такой блок Terrain Response, который отвечает за все внедорожные функции автомобиля, в котором, естественно, фиксируется пробег. Этот пробег скрутить можно, но сложно, дорого. И многие, кто скручивает пробег, экономят на том, чтобы скрутить хорошо и дорого. Поэтому в блоке Terrain Response пробег настоящий остается. Если мы проверили с вами пробег, он совпадает с тем, что написано на приборке. Отлично. Первая половина диагностики, можно сказать, пройдена. Дальше его поднимают на подъемнике. Смотрим на течи, не течи. Если все сухо, это тоже прекрасно. Дальше. Обязательно на 5-литровом двигателе надо делать эндоскопию. Я говорил об этом много раз. Эти моторы очень сложные, очень нежные, достаточно современные, очень технологичные, но не супернадежные, если за ними неправильно следили, неправильно ухаживали, неправильно обслуживали. Поэтому обязательно делаем эндоскопию. То есть, если мы с вами понимаем, что по кузову у нас машина устраивает, по пробегу все окей, течей никаких нет, лезем эндоскопом, смотрим, задиры, сколы поршней, было ли, не было детонации, не перегрет ли стенки цилиндров, сели поршня на месте, такое тоже бывало, поверьте. Дальше. Если мы все это сделали, все отлично. Надо посмотреть состояние цепей ГРМ. Потому что цепи ГРМ, это хоть и расходник, тем не менее он достаточно дорогой, и если на автомобиле их надо менять, то это просто повод для торга. В этом ничего нет страшного, но позволит вам сбить немножко цену с продажной цены автомобиля. Так вот, цепь надо посмотреть и вживую, в техцентрах профильных, таких как техцентр цех номер один, знают как, и также посмотреть по дилерской диагностической программе. Там можно посмотреть фактическое положение валов, и если оно убежало и близко уже к предельным значениям, то ошибка у вас еще не загорится, но цепи уже надо будет скоро менять, потому что вот-вот, как только они убегут за пределы заводские, загорится ошибка, мотор начнет троить, а может быть не начнет, а может быть вообще сразу перескочит цепь. И если вам повезет, то она перескочит на один зуб, и ничего страшного не произойдет. Если вам не повезет, то она перескочит больше, чем на один зуб, и клапана столкнутся с поршнями, и будет Сталинград. Никому из нас этого не надо, поэтому обязательно надо это посмотреть. Если вы все это посмотрели, посмотрели состояние коробки, узлов агрегатов, технических жидкостей, и вас все устраивает, в принципе уже действительно тогда можно смотреть этот автомобиль с точки зрения юридической частоты, проверять, если вас все устраивает, то покупать. Кстати, хотел бы еще сказать, сейчас очень модно писать после одного владельца, хотя там 125 перевесов номеров, не стоит к этому привязываться. Да, это красиво, когда один владелец, я там одна запись в ПТСе, но один владелец, это не гарантия хорошего состояния автомобиля, поэтому если у автомобиля 3, 4, 5 владельцев за последние 14 лет, например, 5-литровые рейнджоверы выпускаются с 2009 даже года, то есть за 14-15 лет, если сменилось 4-5 владельцев, ничего в этом страшного нет. Многие из нас ездят по 2-3 года на машине и меняют их не потому, что она плохая, а потому, что просто пришло ее время. Так вот, если все вас устраивает, такой автомобиль можно смело брать, но, как я уже говорил, если вы купили автомобиль, естественно, с вторичного рынка, 5-литровый рейнджовер, то я бы рекомендовал не слушать предыдущего владельца, который говорил, что мамой клянусь, я менял все вот прям буквально 500 километров назад, поменяйте масло в двигателе, масло в раздаточной коробке, масло в переднем редукторе, масло в заднем редукторе, масло в коробке передач, тормозную жидкость, помойте радиаторы, да в общем-то и все. Это не будет стоить каких-то космических денег, вы потратите на это 100-150 тысяч рублей, но вы будете уверены в том, что все ваши жидкости технические, естественно, не ваши, а автомобили поменены, и что вы сможете спокойно эксплуатировать автомобиль. Напомню, интервал замены масла в коробке, в редукторах и в раздатке, то есть вся нижняя часть, 50 тысяч километров, на 5-литровом двигателе масло в моторе, лучше менять 6-7-8 тысяч, в зависимости от того, где вы ездите. То есть если у вас в основном трассовый пробег, можно и до 8 тысяч катать, если вы в основном ездите по городу, я бы лучше менял каждые 5-6 и обязательно лить сотый бензин. Не стоит на этом экономить, это не та экономия, которая может потом плохо сказаться на состоянии вашего двигателя, потому что 95-й бензин в жару может детонить. А детонация, вы сами знаете, к чему приводит, к отколу поршней, загибу клапанов и всем тем неприятным штукам, которые высосут из вашего кошелька деньги, а из вашей жизни время. А время это наш самый ценный сейчас ресурс, который не восполнит ничем, никакими деньгами. Если вы останетесь там на месяц без автомобиля, я думаю, никому от этого хорошо не случится, оставить там миллион рублей, и от этого тоже никому хорошего. Нет, ну ладно, нам будет, конечно, хорошо, я не спорю, но тем не менее, я бы рекомендовал заливать только сотый бензин. Так, по 5-литровому мы с вами пробежались, давайте поговорим про 4,4-литровый турбодизель. Это очень хороший, тоже очень современный, сложный мотор, на котором надо посмотреть течи турбин, течь теплообменника. Если вы поднимаете автомобиль и видите, что у вас по колоколу коробки стекает масло хотя бы с одной из сторон, 99% что у вас потек теплообменник. Это не проблема, но это опять же очередной способ сбить немного цену с клиента и с продажи автомобиля. У нас, я как вам уже много раз говорил, акция на ремонт теплообменников. Мы разработали систему именно как их ремонтировать, их не надо менять, ну точнее мы их меняем, но на наш ремонтный мы ставим сразу, у нас они всегда в наличии, вам в течение одного дня вы уезжаете счастливый, довольный с исправленной течью. Стоит это 55 тысяч рублей по акции, которая у нас уже достаточно долгая, я думаю, что мы ее не будем отменять, потому что надо же быть немножко альтруистом. Да, мы, конечно, на этом зарабатываем, но тем не менее, мы реально помогаем людям и я очень рад от этого. Поэтому 55 тысяч рублей устранение течи теплообменника. Смотрим на турбины. Если турбины потекли, если по ним есть ошибки, тоже ничего страшного в этом нет. Достаточно их отремонтировать, для этого надо опустить вниз мотор, снять обе турбины, отвезти их в ремонт, поменять там прокладки, будет полный ребилт, они будут как новые, машина задышит, поедет прекрасно. Это будет стоить там порядка 200 тысяч рублей, все под ключ, со всеми работами, со всеми запчастями. И тоже, опять же, очередной способ сбить немного цену с продавца. Дальше. По покупке 4,4-литрового дизеля то же самое, что и с 5-литровым. Поменять масло в двигателе, в редукторах, в раздатке, в коробке, тормозную жидкость, помыть радиаторы. Этот автомобиль, хоть и дизель, он тоже достаточно щепетилен к чистоте радиаторов. Поэтому не пренебрегайте этим. Вообще радиаторы лучше мыть весной каждого года. Раз в год можно мыть радиаторы, и все тогда у вас будет хорошо с мотором, с температурными режимами, со всем-всем-всем. Дальше. Поэтому пробежались. Если, опять же, повторюсь, вы смотрите до реста, и 4,2, 4,4-литровые, 3,6-литровые трубы дизеля, с ними гораздо меньше проблем. Это моторы достаточно кондовые, очень простые. У них нет ТНВД, у них нет фазовращателей, у 4,2 на 4,4 есть, но они ходят гораздо больше, чем на 5-литровых. То есть там 300-350 тысяч километров, если пробег у машины, может быть, надо будет залезть и посмотреть цепь. Если пробег там 200 с небольшим, то про это можно пока даже не думать, если это действительно честные 200 с небольшим тысяч. У 3,6-литрового трубы дизеля в принципе проблемы точно такие же, как у 4,4-литрового. Теплообменник, цена у нас та же, 55 тысяч рублей, все под ключ. Турбины, цена та же, в районе 200 тысяч, все под ключ. Мойка радиаторов и все масла совершенно все то же самое. Поэтому не экономьте на обслуживании автомобиля, когда вы его купили. Не экономьте на качественной диагностике, потому что это позволит сэкономить вам ваши деньги и время. А также хотел запустить новую акцию в связи с нашим переездом. Мы будем рады познакомить вас с нашим новым местом. Мы тут уже в принципе обосновались. Немного осталось доделать ремонт, там вешают баннеры, чуть добавят света еще. Итак, акция звучит так. Будет это называться подготовка к лету. Что в нее будет входить? В нее будет входить мойка радиаторов, полная с разбором всей кассеты. Как всегда, мы только так делаем. И я вам не советую делать иначе. Некоторые хотят сэкономить, опять же, и там как-то раздвигают радиаторы, что-то там промывают. Это все некачественно. Лучше, чем полная промывка с полным разбором, ничего не будет. Поэтому, значит, полная промывка радиаторов, замена антифриза, замена фреона в кондиционере, замена тормозной жидкости, полная диагностика всех узлов агрегатов. За все это будет стоить 30 тысяч рублей. Записывайтесь заранее, потому что, несмотря на то, что мы переехали, у нас уже достаточно плотная запись, у нас небольшая сформировывается очередь. Поэтому записывайтесь заранее, всегда рады видеть вас нашими гостями. Спасибо большое за внимание, надеюсь, что это видео было вам интересным, надеюсь, что познавательным, возможно, оно кому-то поможет. Если поможет, напишите в комментариях, мне всегда очень приятно, я все комментарии читаю. Поэтому оставайтесь с нами, спасибо большое за внимание, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!